Уважаемые читатели моих книг и слушатели моих небольших роликов, мне очень часто задают странные вопросы, как по интернету, так и приходят письма соответственно на издательство виде, в которых задаются странные интересы, проявляют читатели. Ну, например, забавный вопрос о том, а какие мои публикации, например, были самыми популярными? Ну, дело в том, что самые популярные публикации, как вы понимаете, никакого сравнения с современной ситуацией не имеют, я имею в виду появления интернета. Но, тем не менее, самой популярной публикацией до интернетовского периода, когда, собственно говоря, не было простой электронной почты, и каждый раз для того, чтобы познакомиться с статьей оригинальной, поскольку журналы не всегда и не все были доступны, как в библиотеках, особенно западные журналы многие, ученые обменивались такими почтовыми карточками, на которых был написан адрес института и просьба присылать оригинальный оттиск к той или иной статье. Это делалось для того, чтобы обмениваться научной информацией, если журналы были недоступны или были очень редки. В те далекие времена ученым после выхода статьи в каком-то журнале, как нашем, так и зарубежном, выдавалась стопочка от 50 до 100 оттисков. Ну и за деньги можно было докупить еще некоторое количество. И эти журнальные оттиски ты рассылал или своим коллегам, или ученым, которые занимаются этой тематикой. Поэтому в доинтернетовский период, а буду говорить только о нем, моей самой популярной работе, было забавное исследование, которое надо описать отдельно. То есть мне пришло больше всего таких маленьких открыточек с просьбой присылать копию этой статьи. Начну издалека, с Булгакова. Его роман «Роковые яйца» начинается с того, что началась революция, и у профессора погиб любимый самец, по-моему, пипы Американо. То есть это той самой лягушки, пипы, которая живет в воде, и у которой детеныши вырастают в спине, как бы имплантируются. А потом, созревая, когда уже с ножками, с четырьмя конечностями выскакивают из этой спины. И надо сказать, кстати, это очень интересный аспект науки. Потому что в этой самой спине имплантированные у лягушки и кринки обрастают сосудами. То есть, по сути дела, получается почти человеческая плацента. И поэтому, когда эти маленькие лягушата появляются, аквариумы полны крови, потому что, действительно, почти как роды у человека. Только из спины маленькие лягушатки. Фильмы об этом есть, всегда можно посмотреть, это довольно забавно. Так вот, эти самые пипы Американо, они очень интересно размножаются. То есть, не столько размножаются, сколько оплодотворяются. Долгое время не могли понять, как это происходит, но потом догадались, что они занимаются такой своеобразной лягушачьей камасутрой. То есть, им нужен большой аквариум, большого объема, примерно кубический метр, где бы они совершали очень интересные движения. Когда приходит пора размножаться, самец садится на самку, так сверху захватывает ее лапками. Для этого у лягушек такие специальные половые мозоли, которыми он удерживает скользкую самку. И дальше начинается откладка икры. Но поскольку икра должна попасть не вниз, а на спину, все это происходит достаточно в таком оригинальном диапазоне движений. То есть, эта парочка начинает подниматься вверх, и когда достигает верхнего положения, перевернутый кверх тормашками, самка откладывает икринку, которую самец тут же оплодотворяет, и притирает к ее спине, так чуть-чуть отпуская самочку. Вот это эротическое движение кольцевое приводит к тому, что одна икринка оказывается притертой к спине лягушки. Потом она погружается вовнутрь, обрастает сосудами, идет развитие, значит, головастика внутри кожи спины. Так вот, крутясь так, откладывая икринки, вдруг иногда самка замирает. Она задумывается о чем-то, ну, о своем, о девичьем. И самец расстраивается очень сильно, потому что, ну, процесс оплодотворения замедлен, но, сами понимаете, прервать такое занятие – это как-то, в общем, не по-лягушачьи, я уж не говорю по-человечьи. Что делается? Значит, в этот момент самец берет и такую длинную заднюю лапу вытягивает и начинает потирать морду своей самочке. Ну, дает ей понюхать носок, если по-нашему. Вот она приходит почему-то в бешеное возбуждение, начинает очень интенсивно крутиться, ну, и секс идет полным ходом. Я имею в виду оплодотворение икринок, их притирание к спине. Ну, и это явление требовало объяснения, и тут, после внимательного рассмотрения лап самца, оказалось, что у этого вида лягушек, у Пип, у них мозоль с наружной стороны, не с внутренней, как для удержания самок, а с наружной стороны лапы. И когда он заводит лапу к морде лягушки и втирает вот так, он втирает не просто так. Он втирает специальные, судя по всему, феромоны, которые стимулируют ее к размножению, которые находятся непосредственно в этой мозоли. Мне повезло, я добыл такого самца, он сдох по естественным причинам, и исследовал его лапку. Результат. Произошел все ожидания. Действительно, исследование в поляризованном свете показало, что там действительно есть белок специфический, специфическая мозоль, которая, собственно говоря, и позволяет самцу стимулировать самку. Она и пигментирована, и содержит вот этот самый неизвестный, до сих пор неисследованный белок. И вот эта статья вышла в 88-м еще году в третьем номере одного такого немецкого журнала, который принадлежал Музею естественной истории, где публиковалось много морфологических работ. Она всего на страничку, малюсенькая. Но вот это вот сексуальное упражнение вызвало в доинтернетовские времена самую буйную активность. То есть выяснилось, что секс у лягушек намного важнее эмбриональной патологии мозга человека, закономерности морфогенеза и эволюции нервной системы. Так что я сочувствую нашей науке, поскольку массовый интерес направлен на все те же прозаические вещи, как еда, размножение и доминантность. Продолжение следует...